Металинка Квартет в составе Дмитрия Верзилина, Никиты Полева, Степана Коробова и Даниэля Дерипаски завоевал диплом третьей степени в номинации эстрада ансамбля. Конкуренция бешеная, но нам удалось выцепить эту победу. Я считаю, что мальчишки молодцы. Мы настроились и все хорошо получилось. Члены жюри на песня «Закаты алые» одна подпевала, а в другой текли слезы при исполнении наших мальчиков. Очень хорошая конкуренция и очень сложно было. Три места занять. Первое, второе, третье. Очень сложно было. В общем, все понравилось. Особенно то, что 20-летие Металинки. Сильные были коллективы, но мы заняли все равно третье место. Почему ты поешь? Чем тебе это нравится? Потому что это много конкурсов можно выиграть и очень будет много грамот дома. И будет гордиться вся семья тобой. Поставленный вокал – интересный репертуар. Для победы в любом певческом конкурсе это одни из главных условий. Стать знаменитым среди 300 участников, представляющих 11 регионов страны, непросто. Но воспитанникам Дворца культуры молодежной это удалось. Оргкомитет фестиваля отметил высокий уровень подготовки наших юных артистов, профессионализм преподавателей. Солист юношеского состава ансамбля «Оазис» Юлиан Голуб завоевал диплом третьей степени в номинации «Эстрадный вокал». Композиция группы «Сплин. Мое сердце» остановилась. В его исполнении украсила праздничный гала-концерт. Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде. И совершенно случайно мы взяли билеты на соседнее кресло на большой высоте. И мое сердце остановилось. Мое сердце замерло. Мое сердце остановилось. Мое сердце замерло. Вокал – это его жизнь. Помимо вокала у нас еще занятия музыкальной школы. Это фортепиано, уже четвертый класс. Будущий музыкант, будущая звезда. Истрадует, надеемся. Хотелось бы, конечно, еще от себя, лично, наверное, или от нашей семьи поблагодарить правком нашего комбината за предоставленную возможность съездить туда, выступить, за оказанную помощь. Прежде всего, выразить благодарность нашим представителям комбината, которые прилетали к нам туда, в Нижний Тагил. Это Кобрисова Ольга Васильевна и Лихушин Александр Евгеньевич. Мы были очень удивлены, конечно, что они там, да, и присутствуют на нашем концерте. Ну, поддержка с родной земли – это важно очень. Юная звездочка Виолетта Баркова впервые выступала на фестивале подобного уровня. Впечатлений много. Виолетта спешит ими поделиться. Мне конкурс «Металинка» понравился. Больше всего запомнилась тот момент, когда я стояла за кулисой и ждала своего номера. Я впервые уезжаю вообще сольный первый раз. Я волновалась очень сильно, потому что впервые такое. Делились опытом и дети, когда смотрят на концерты, смотрят и видят результаты какие-то, и взрослые руководители, поэтому это интересно. В следующем году конкурс пройдет в Старом Осколе. Ребята заботливо доставили в город его символ – «Металинка» снова дома. Свой 21-й день рождения фестиваль встретит в кругу родных и близких людей. Староскольцы рады этому долгожданному возвращению. Ольга Васильевна Кабрисевна. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...